Уже вы пошли, я вас ретвитчу, да? Или кого ретвитите? И кактус будет на фейсбуке? И кактус на фейсбуке. О, супер, сейчас. Так. Сейчас мы всех... И кого ретвитите? На ретвитим. И, я так понимаю, мы уже в эфире. Азарь. Прикинь. Сейчас. Раз уж... Так. Вакансия. Комбату журналистер. Комбату пресса. Уважаемые журналисты, уважаемые коллеги, большое спасибо за то, что вы откликнулись в так короткое время на такую пресс-конференцию, которую я вынужден экстренно в порядке созывать для того, чтобы ответить на обвинение уважаемых менеджеров и владельцев компании регласт-трейдинга из дружеской нашей братской чешской республики. Комбату журналистер. Вакансия. 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 севистен, жасаши керегели. Бұнын бардығы мына биз айтқандайлы, афиорасын биз, значит, ошол, чығарғанда, батылер мына бир заматта урап қалды. Емин, бұлардың айтатырған сөздері бұға гүнөлі гемекен, бұларға гүнөлі, өзу үст ұшол қырғызстандықтар, қырғыздыкен, алардың арасында мен екен. Мен гүнөлі өкемінде ататты. Мен бүгін, айтып қой ойым, өтір сұймықтанам. Шоғым бір миллиард доллардан ашу шылуыңдардан шүмшіктерден мен өзімдің мекенімді құтқара алдым. Бұл мен ойымша өті бір шоғым, мен үшінемес, жалпы қырғыз әлі үшін гүн. Анкені бұлардың гүні өсі қайрамаға олару атқандары жетішпегендіктері қолында әшқындай ресурс жоқ болғандығына гүні өлі бенекені қолса бұл емі өзіміздер түшініп тұрасыңа. Бұл гүл күмішті бір гүл күлі үнерсе. Мұна мен салыштыруыға айтып қой өтілем. Таджикистанда гилейген рағуын электростанциясы салынылатқанды ал жерде кішінеке бір көшеді жүргін жанағындай бір жашпалаймес гилейген мамлекеттер қаршы ол түшіпті. Өзбекистамының қазақстан бейліккен ұлыттар ұйымы дүйінерлік банктар ошыл жерде аға ғаравастан гилейген гесті ошыл чоң бір италиялық жүз жылдық таджыривасы бар 10 миллиард долларлар абаруттар бар компаниясының корпорасасының алып келіп іштетіп бұл жерде әлір алық резонанс болуатқандан кейім бізді өті өптігін чеп журналист көріп атқандан кейім мен пресс-конференц Оршчаулайн значит уважаемые друзья my dear friends I will continue in russian я хотел бы сказать что сегодня было доказано то о чем мы говорили все последние два месяца у компании Лиглас Трейдинг нет никакой репутации нет никаких финансовых ресурсов нет никаких значит никакой истории успеха или перспектив кроме единственного договора от 10 июля с Кыргызской республикой который они подписали каким-то образом непонятным в присутствии президента Алмазбека Атамбаева кроме этого договора у этой компании за душой ничего нет и мы об этом говорили и мы задавались вопросами как так получилось что наше национальное богатство гидроресурса Кыргызстана были отданы на откуп этой компании людей с сомнительной репутацией ну пусть даже никакой репутации но просто был отдан значит практически такой миллиардный контракт этой компании Леглас откуда они за что почему им и здесь я хочу обратить внимание что речь идет не только о верхнем нарынском каскаде который он был отдал им нагрузку понимаете самый главный скандал им отданы эти 10 так называются они мини-гэс но это очень большие гэс и обратите внимание где они находятся это наше основное народное богатство кроме этого у нас нету ничего это Орто-Токойское водохранилище это Папанское водохранилище это Кировское водохранилище это номер 2 река Кыргызстана Кыгамирын это та прекрасная долина которой мы гордимся на весь мир которую вы недавно все мы очень любим это Григорьевское ущелье которое называется Джайлё Кырджин это все открыточные места Кыргызстана это сердце и душа Кыргызстана забудьте о богатстве это отдали этим господам из Праги даже не из Праги из деревни чешской бывшей стеклянной фабрики и я вам сразу хочу сказать 10 июля когда была объявлена эта новость я так же как и миллионы наших кыргызстанцев этому радовался я аплодировал этой новости наконец-то наш Кыргызстан пришел какой-то инвестор европейский инвестор и что же получилось тогда нам-то об этом стали сообщать чешская пресса именно чешские журналисты сперва обрадовались а потом начали говорить да что же как это так миллиардный контракт русского гиганта Русгидро заменяет чешская компания не глаз да кто они такие давайте посмотрим они начали спрашивать кто это неужели они строили ГЕС нет неужели они обладают финансовыми ресурсами нет неужели о них известно министерстве промышленности Чехии да нет неужели они обладают каким-то международным опытом никто о них не слышал они получили миллиардный контракт миллиардный фронов чешских обращались ли они за финансированием в экспортно-импортный банк Чехии нет государственные структуры по поддержке промышленности нет крупные финансовые банки нет и тогда они начали бить на бат да что это такое как это так значит наша чешская компания получила этот контракт и только после этого я прошу вас вспомнить порядок значит это мы стали обращать наше внимание и стали задаваться вопросами и действительно уже тогда я выступил со статьей это значит халатность со стороны нашего правительства или это измена и потом мы начали копать и буквально в течение нескольких дней не только я но вот многие из вас здесь присутствующих мы обнаружили эти факты что ни одного слова в их презентации о том что они говорят что строили вот эти ГЭС что значит они имеют отношение к Абардино-Балкарии к Сербии к Италии к Англии ко всем вот этим гидропроектам нет ни одного гидропроекта они не осуществляли они представили документ кыргызскому государству о том что у них 383 миллиона евро ни кредита а просто лежат на их банковском депозите я вас обращу внимание что чешская пресса это просто беспрецедент меня очень удивился когда юникредит чехии банк юникредит они были настолько этим возмущены в нарушении всех достаточно таких распространенных банковских норм они сказали нет мы не имеем никакого дела с этой легла стрейдингом не то что депозита ни кредитной линии у них этой компании ни на эту сумму ни на какую-то другую сумму нет я хочу вас обратить внимание что эта компания была один веб-сайт был один веб-сайт на значит 10 июля на протяжении всего этого конкурса они ввели в заблуждение вот этих всех 40 членов комиссии уважаемых наших руководителей и государственных деятелей которые смотрели на один веб-сайт на предоставленные им документы а потом после того как им просудили и подписан был контракт этот веб-сайт был снят через несколько дней неделю или 10 дней появился второй веб-сайт совершенно другими сведениями совершенно другими сведениями но опять-таки интернет все помнит мы обнаружили восстановили тот предыдущий веб-сайт стали сравнивать и опять-таки именно Прага именно Чехия я аплодирую нашим коллегам значит гражданскому общественному мнению этой европейской страны которая смогла добиться просто того что все стали говорить та же компания значит Втава Вадины это значит государственная компания по вот этой Втавской большой Чешской реке управления гидроресурсами они сказали что да в мае они кто-то забегал заключили контракт не оплатили 10 часов в месяц мы им должны консультационные услуги оказывать но один за один стали отказываться и тогда вот значит мы стали говорить что это чистой воды мошенничество чистой воды это заключение контракта вопреки интересам Кыргызской республики это я вам говорю цитирую статью из уголовного кодекса Кыргызской республики и можно продолжить это халатность нанесение ущерба и прочее вплоть до государственной измены потому что речь идет о стратегических ресурсах нашей страны которые кому попало они значит хотели дать вопрос государственной важности и поэтому я как патриот своей страны как воспитанный защищать интересы своего народа я начал об этом говорить я начал об этом говорить и задавать вопросы задавать вопросы и в том числе когда речь идет о вопросах то что значит их финансовым партнерам да на их веб-сайте были указаны компании которым я написал письмо и спросил вам известно о том резонансе который идет нашей кыргырской прессе и в чешской прессе есть вопросы давайте поговорим и оставил им свои координаты если благодаря этим письмам им не было предоставлено финансирование значит у этих людей ноль репутации ноль репутации если по одному электронному значит сообщению из какой-то далекой центральной Азии им ведущие мировые финансовые институты отказывают но это даже не было мировыми финансовыми институтами я вам хочу сказать единственное что у них было заложить это имя президента Атамбаева это та фотография которая вот были подписаны контракты в Польше у этой компании нет и вопросы должны задаваться господину Сапару Исакову нынешнему премьер-министру Кыргызской Республики который руководил администрацией Алмазбека Атамбаева как он мог допустить будучи руководителем аппарата Атамбаева чтобы президента нашей страны главу Кыргызской Республики быть его имя чтобы было значит вовлечено такого рода чтобы он даже близко подошел такого рода значит аферистам которые собирались значит и сегодня они повторили мы именно этот контракт должны были показать и под этот контракт нам должны были дать деньги что касается вот я буквально еще раз хочу значит перейду к вопросам вот отвечая на их вот эти вопросы то есть обвинение в мой адрес они говорят о том что я значит сказал был переписки с их финансовым значит советником вот я просто поражаюсь они буквально на сегодня пресс-конференции сами у них отсутствует чувство стыда они не понимают с кем они куда они приехали неужели эти господа из Чехии считают что они попали в какую-то банановую республику неужели они не понимают что мы здесь владеем каким-то значит в конце концов английским языком мы понимаем что такое значит какие-то ценные бумаги они что пытаются серьезно выдать своего вот этого осужденного за мошенничество и за создание финансовой пирамиды финансового вот этого помощника Уэйна Хайеса за своего финансового политика вы друзья вы вообще совсем что-то не понимаете вы что думаете Таджикистану помогают компании уровня сити групп а Кыргызстан оказывается должен работать с финансовыми осужденными бывшими людьми которые через фейсбук значит ищут для нас финансирование вы что издеваетесь за вот это унижение нашего национального достоинства за этот позор я требую привлечь к ответственности политической пока что руководство нашего правительства и тех конкретно государственных должностных лиц которые вообще близко подпустили Кыргызстану этих значит мелких достаточно людей просто мелких достаточно людей которые занимались знаете какой-то водкой там ну этот господин Войцеховский и он собрался значит нам гэс строить посредником он там нам оказался быть дорогой Иржи Войцеховский езжай в свою страну у нас есть 6 миллионов кыргызов умнее тебя и достойнее для того чтобы представлять наш Кыргызстан мы без тебя разберемся без тебя разберемся в нашей стране это Кыргызстан не банановая республика не Латинская Америка 30-х годов чтобы ты сюда заезжал и устраивал свои аферы и делал сотни миллионов долларов на нашей земле продавая нашу страну наш национальный суверенитет катись обратно в Чехию я требую от правоохранительных органов сегодня же не арестовать их но не выпускать из страны допросить обо всех причастных к этой афере государственных должностных лицах не выпускайте их из страны патриоты в государственном комитете национальной безопасности министерстве внутренних дел давайте допросим их потому что потом мы их уже не найдем что касается их угроз мой адрес bring патриоты Я говорю о том, что мои интересы будут представлены в судебных органах Кыргызской республики, а также в Чехии, Соединенных Штатах Америки и в любой другой международной юрисдикции, ведущей юридической кампанией мира, которая будет защищать мои интересы и интересы кыргызского народа совершенно бесплатно, пробоно. Потому что я занимаюсь тем, что я защищаю публичные общественные интересы нашего общества, нашего государства. Я борюсь против коррупции, против международных аферистов и наших доморощенных коррупционеров, случайных люнкенов, которые попали на государственные должности. Поэтому я предупредил господина Смелика, пожалуйста, подай на меня суд, и я тебя заслужу в Праге, в Брюсселе, в Майами и штате Невада от имени кыргызского народа. Пожалуйста, я бы говорю, Бринитон называется... Так что, уважаемые друзья, я готов ответить на ваши вопросы. Ну, кто-то проигрывал информацию о том, что они просто отсрочки, как вы думаете, это сопреждают в вашем бизнесе? Что касается отсрочки, уважаемые коллеги, уважаемые наши храгастанцы, это просто стыд и национальный позор мы должны прекратить как можно скорее. Над нами смеется весь цивилизованный мир. Из-за вот этих люнкенов, которые сейчас сидят, занимают государственные должности, совершенно случайно. Вот, еще раз обращаю ваше внимание, почему Таджикистану строит мировая корпорация из Италии с помощью ведущих банковских, значит, структур. Они спокойно на прошлой неделе получили евробонды в 500 миллионов долларов и сегодня еще продолжат 500 миллионов долларов, а мы должны, значит, рассчитывать на помощь каких-то, значит, случайных людей. Этот контракт немедленно, сегодня же, должен быть разорван. Он должен быть разорван нами. Давайте прекратим эту, просто, историю национального унижения, национального позора. Когда мы об этом говорили в июле, что у них ничего не будет, вы говорили, давайте подождем. Потом нам говорят, давайте подождем. Но сколько еще можно ждать? Давайте развивать нашу страну. Давайте строить ГЭС. Давайте работать, друзья. Сказок не бывает. За нас, вот эту страну, никто не поднимет. Ни Цмелик, ни ГАЭС, ни какой-то другой. Нам надо работать, думать своей головой. Поэтому это, конечно, афера. Я знаю, что их, друзья, аферисты в правительстве. Именно поэтому пригласили господина Цмелика и Войцеховского в Кыргызстан для того, чтобы они провели эту пресс-конференцию. Их цель сейчас сохранить лицо. Они понимают, что они обязаны отменить контракт по Верхнему Народному Каскаду, потому что это не я говорю. Это говорит контракт, заключенный в присутствии Атамбаева, о том, что контракт разрывается, если эти условия не выполнены. Я вам хочу еще раз напомнить, я настаиваю на том, что 37 миллионов долларов должны были быть выплачены нам 21 августа, а сегодня должны быть выплачены 16 миллионов долларов дополнительно денег инвестиций. Поэтому национальный позор, если будет продолжен, он будет целиком и полностью на ответственности Сапара Исакова, который их и привел. А сейчас пытаются каким-то образом, вот знаете, сделать вид, что он не имеет никакого отношения, что какие-то балдар там, какие-то ребятки, значит, заключили. Ну, кто это может поверить? И еще раз я хочу им сказать про то, что Сапар Исаков, якобы такой наш великий дипломат, пытается свалить вину на президента Земана, уважаемый премьер-министр Исаков, а до этого руководитель аппарата президента Атамбаева. Ответственность за Кургызстан, за наше национальное богатство, за нашу безопасность, за наше будущее, несет не Земан, несете вы. Это показывает вашу незрелость и неготовность принимать на себя время государства взваливать на себя. Если вы сваливаете сейчас вину на Земана, Земан там ни при чем. Не надо сваливать. Ответственность несут наши руководители. Поэтому я говорю, что их попросили, чтобы они устроили какой-то здесь спектакль под названием о том, что у нас все шло хорошо, там появился Байсалов, все нам испортил. Я хочу, обращая ваше внимание на статью гражданского кодекса о форс-мажоре. Там близко этого нету, там не написано, что человек с доступом в интернет может стать непреодолимой силой, непреодолимыми обстоятельствами. Но я очень рад, конечно, я польщен тем, что я, окажется, сила такая форс-мажорная. Но я, значит, просто вам говорю, что сказок мы наслушали, сказок не бывает. И я требую, я требую, я призываю, значит, требую разрыва этого контракта, я призываю все общественно-политические силы Кыргызстана, всех патриотов Кыргызстана, просто единым голосом потребовать разрыва этого контракта, потому что это национальный позор Кыргызстана. 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 Парламент, института, Алардын, Ушыл, Иштеги, Жокерчилында, Несешкет ме? Мен Зилалиев деген Замандашуыз, Тануайтыкен. Мен Ушыл, Лигласыны, Атмоноккандай, Мамлекетті, Комитетті, Погып түркемін, Ондан Зилалиев деген киши варкен, Бұл қаяқтан чыққан, Деп, мен иштеп, Издеп, баштадым, Билбейм, Бұл, Зилалиев, Маға қызықсыз. Зилалиев, Лигласыны, Иштеп келген жоқ. Зилалиев, Атамбайыртың, Олын қойдыртған жоқ, Ошыл жеті, Атамбайыртың, Катыштырған жоқ. Зилалиев, Ал, Өті өле, Мұндайын, Бұл әйлі, Әміне, Гетчіріп көсің, Чон киши, Бірақ, Кызықсыз, Біз үшін. Зилалиевтің, Олынан, Гелмек емес, Кырғыстандың, Ең, Чон байлығын, ұшыл чектерге, өткөзіп беруге. Бұға саяси, Жоқ керчілікті, Альбетті, Берінші кезекті, Азырғы, Премьер-министр, Сапар Исақыф, Мұрунғы, Премьер-министр, Соромбай, Жиынбеков, Анкен, Бұға сауынменен, Шымшіктердің ғолына, өткөзіп беріп қойған, Жиынбековтың өкмөті, Анан, Альбетті, Жанағындай, Бардық, Киім ғандай қатышқан, Киім ғандай бұрып бергенін, Бізден жоғырып кенештің, Атайын парламенттік ілікті өсі, Тез арада, Бас талышы керек, Бұл күміндай бір зағуот, Жиықандайдыр бір, Бұл жерде ұлыптық байлығы ұстайдықаттан мен, Бұл жоғың қайтылап қойын, Бұл нарын су, Бізден ұлыу дарияуыстан, Тышқары, Бұл қырғыздың, Папаны, Папан, Суы сақтағы үші, Орты-токой, Суы сақтағы үші, Бұл кейіріккә, Безын Таласовыстын сыймыгы Был улы дарьямыз Көкөмірін Ошол жерде 3 Гес тұрады Ошол жерде базар-каргондың Кара суысу И ошол жерде Безын көлден Без баррыз суқтанып түрген Кырчындың суысу Ошол жерде тұрады Ошол жерде дарьясы Емі бұл дұл төрвисты Алдырты отады Бұл жоу перешкелепті бүрі Бұлар айтқандай Емі болбай қалды Болса болды Болбоса жоқ Дегенге Без мақыл болбойыз Бұға Ең бірінші көзікті Саяси жоуап керчілікті Без талап қылауыз Андан кейін Альбертті Тергеуі көрсетті Дин ғандай жоуап керчілікті Анткені Қылмыш жаза кодексінде Кыргыз республикасының қызықшылына Қаршы контракт түзді деген Чоңыз татчаларды тұрады Андан кейін Дай бір месал қайтып қойын Еміне себептін Бұл жерде Зилалиевттің Қандайдыр бір Мен Қымындай Бұнылі жоуап тұғылу Құшыға барын Жүктіп қойуға Мен Қаршымын Анткені Зилалиевтті Ошыл жерде Комитеттің Жетекчілігінде Тұрған жеріні Қайра көтері Ота сапар истарды Ошындықтан Бұл Қандайдыр Бұлардың ортасында Қандайдыр бір Байланыш бар Бұлар Тақ осыл Зилалиевттің Жүктіп қойдан Мұрда Бардық Жоуап керчілік Сапар истарды Анткені Бұл кеші Башынан әлі Біз нелер алып Гелешіндерге Жоуап берген Бұл кеші Ошыл Рус гидраларменен Жанағындай Өтті Кабаріне Условиаларменен Қол қойғон Антанген Ал арты Жарым гүнді Джинансацияға Бұл кеші Варған Бұл кеші Инвестицияларды Издеген ошыл Гемесе көл өттіп Анан бүгін Таңатпай Чех біздің Қонокторуыз айтқандай Бізді Мусар Жағу үчу Завытты Гөлді Чоң бір Гүн Энергиясынан Электростансаны Анан жанағыл Джоғырқ Каскадтағы Нарында Каскадты Суныш қылған біздеді Бұлар деді Ошыл Джоғырқы Нарын Каскадын Қаул алышты Девататты Шынтан Бізден кет Девататты Мен ет шыққандай Бұл жерде Бір чатағым Бұл жерде Бізден Джоғыпты Кызматкерлері біз Біз Ишенген Біз ошыларға Өзмізден Улуттук Гелетчегі бізді Тапшырған Ошылғы Гөзің Карайгиндей Сактай турчу Ошылға Ан Бізге Берген Бізден Өзмізден Кызматкерлері бізден Четекші Джоғын Албетте Тағап кылышғыз Погромте Погромче Погромче Сактай Представители Микласса, они сказали о том, что у них есть акции, которые они не могут использовать в течение двух лет. То есть, по сути, фактически, они собираются, потому что денег у них нет. Как вы это прокомментируете? Значит, вопрос был, я так понимаю, про компанию China Intelligence Information Systems, которые они признали сегодня, что они этой компанией организовали, ready-made и так далее, что они ее используют. Но просто поражаетесь, да? Вот при чем China Intelligence Information Systems, об их серьезности, намерении и качестве их работы свидетельствует вот эти дела. Какую-то China Intelligence Information Systems. Я еще думал, каким-то образом, я вот немножко беспокоился, что вот они сегодня скажут, никакого отношения к нам это не имеет компания. Мы никогда этим не занимались, все, что говорил, значит, Байсалов, неправда. Они же ни одного слова, что я сказал, не опровергли. Но представьте себе их лицемерие, до какого, значит, они должны, значит, вот настолько, это компашка людей. Компашка людей, которые вот, чехи с нашими кыргызами, они додумались до того, чтобы обвинить, значит, критиков этого, этой сделки в проамериканскости. Они сегодня сказали, глава кыргызско-американского фонда Байсалов. Какого кыргызско-американского фонда? Мне просто слов нет. Смеяться или плакать? Ну, как вы можете обвинять в каких-то связях США меня, или Феликса Ашимбайча Кулова, или еще других людей, когда вы сами в Америке ищите деньги? Вы основали компанию, купили компанию в штате Невада. Штат Невада, это в США, если вы не знаете. Вы обратились с помощью, значит, к людям, живущим в Майами, в штат Флорида, в Соединенных Штатах Америки. Вы обращались за деньгами к американским, значит, гражданам и компаниям. И про-американские, это я, что ли? Мы здесь, в Кыргызстане, в своей земле. Мы про-кыргызские. Мы Кыргызстан свой защищаем. Какую наглость вы имеете прийти в мой дом и обвинить меня в какой-то Америке? Заезжие вы мои. Ну, что это такое? У меня слов нету просто. Я просто лучше... Так что, акции у них есть, нету. Вот вы знаете, я... Много разных пословиц, очень острых и очень точных. И в кыргызском языке, вот про переваливание вины, с больной головы на здоровую, про некоторых танцоров, знаете, и остальное. Но они просто непечатные. Понимаете? Поэтому, то, что у вас нету денег, если для вас это новость, и то, что вам финансисты, финансовая международная структура не дают денег, виноваты не мы, не Кыргызы и не Кыргызстан. Понимаете? Сори, что ваши, значит, вот эти планы такие, прийти и навариться на Кыргызстан, закончились неуспехом. Извините. Если мы виноваты в том, что вам не получилось руки нагреть на моей стране. Извините. И до свидания. Я отвечу на этот вопрос по-русски. Значит, вопрос был связан по, значит, компанию Росгидра. Вы знаете, контракт с Росгидра был заключен, значит, президентом Атамбаевым и вот с помощью Сапара Исакова. Я хочу напомнить, что в 2015 году партия СДПК, идя на парламентские выборы, самым главным своим достижением называла заключение этого контракта. Мы построим Камбарату, мы уже строим ГЭС на Нарыне. Вопросы к ним вам. А что вы заключили-то эти контракты? А потом раз за секунду, за один день, так не делается нигде в мире, оскорбили нашего главного стратегического партнера в лицо. Ну да, у них было трудное время. Но так не дружат. Так вы доверие не получите. Раз заключили договор. Я считаю, что это связано с арестом бывшего генерального директора. Там Дуд его назывался, да? Дуд. Дуд. Дод. Евгений Дод. Я считаю, что там что-то было там. Личные какие-то договоренности. Не с компанией Росгидра. Не с Российской Федерацией. А на уровне каких-то личных. И как только этот Дод был арестован, наша власть почему-то стала динансировать это соглашение. Это мои личные предположения. Я ничего не утверждаю. Динансировал за один день. Идите, посмотрите, что я об этом говорил. Я говорил, это безумие. Динансировать это соглашение. Это так не делается. Так не дружат. Нельзя так делать. Раз заключили соглашение. Обратите внимание на слова Владимира Владимировича Путина. Он что сказал? Держит слово. Он преувеличивает, конечно. Потому что взяли за один день, выкинули компанию Росгидра. Я уверен, эта компания сейчас достроила бы эту станцию. Кровь из носа они достроили бы эту станцию. Почему Газпром сейчас 100 миллиардов рублей в нашу страну вкладывает больше, чем она вкладывает в Россию, матушку? Потому что Россия хочет заслужить доверие Кыргызстану. Понимаете? Я это вижу. Я один из критиков России. Я это вижу. Я это не могу не ценить. Понимаете? Росгидра достроила бы эту электростанцию. Потому что это вопрос национального престижа. Россия была оскорблена решением Кыргызстана выкинуть ее позорно в новогоднюю ночь. И, конечно же, на пустом месте наш народ остался без ГЕС и с долгом 37 миллионов долларов. Это вопрос, знаете, не ко мне. Но политическая ответственность за вот эти просто сумасшедшие решения капризные. Ничем не обоснованные, оскорбительные, как для народа Кыргызстана, как для нашего государства, но просто пощечины бросают нашим стратегическим партнерам. Разве можно с такими работать? Нельзя. Поэтому нам нужно новое отношение к самим себе и к миру и более серьезное, обоснованное на национальных интересах внешняя политика. Стабильное, дружелюбное, прагматичное. Основанное на глубоких наших национальных интересах. Которое будет, значит, где будут исключены вот такие, значит, капризы, как денонсация за один день соглашений. Хоть с кем бы то ни было. Вот это политика, которой я не знаю, как они могут гордиться. Сейчас партия СДПК. Где ваши ГЭС, уважаемые друзья? Вы же горделись, что ГЭС вы построите. Ну ладно, мы не будем говорить про это, потому что пусть про это говорят другие люди. Я, по-моему, ответил на вопросы чешских наших друзей. Урмату журналисты, уважаемые журналисты. Сергей Чонрахмат. Я еще раз хочу повторить, что я приветствую эту возможность встретиться с этими интересными людьми в судебных органах Бишкеки, в Праге, в США, хоть где. Потому что каждое слово, что я говорил, это правда. Все основано на фактах. И все основано во имя защиты общественных интересов хыргызстанского народа. И поэтому я с гордостью принимаю эту возможность встретиться с вами в суде. Уважаемые господин Смелик и пан Войцеховский. Но я надеюсь еще, что сегодня как бы наше правительство, я еще раз обращаюсь, кроме всех политических наших разногласий, друзья, разрывайте это соглашение, прекращайте этот позор. Спасибо большое.